а здравствуйте люди здравствуйте не люди и с вами снова я с вами снова я не первый не первый но и не последний московский видеоблогер и вы находитесь на канале московский обжора и сегодня ребятушки в москве выдалась очень теплая сухая и солнечная погода правда сейчас за окном небольшой ветерок а градусов знаете сегодня сколько плюс 16 а московское время сейчас где-то 16 часов там с копейками и несмотря ни на что я снова плюну на всех и на все и поехал сегодня в очередной раз а за покупочками а знаете куда а в гипермаркет ашан и я уже мои хорошие только что приехал домой и сейчас хочу с вами поделиться своими покупочками которые я там только что ваша не совершил сегодня я ездил на машине а знаете в какой ашан а который находится в карачарове карачаровский ашан и я сейчас мои хорошие уже только что приехал домой и сейчас хочу с вами поделиться что же я там сегодня мои хорошие купил так давайте пожалуй мои хорошие начнем вот с такой вот колбасы если честно я такую колбасу беру впервые и решил сегодня ее купить и попробовать пока еще не знаю как она хорошая так называется значит черкизова что-то я в последнее время подсел на эту марку а все дело в том что у меня часто хейтеры да и просто завистники всякие меня все время критикуют и говорят что вот я мол бомж бедняк и покупаю все время я продукцию от фирмы каждый день ничего подобного я могу покупать не только продукцию от фирмы каждый день я могу черкизовскую покупать она извините меня не дешевая пусть даже среднестатистическая но не дешевая а дорогие колбасы там я уж не буду и велкам и там еще какие-то снежана там рублевские но много всяких дорогих комбинатов клинский вот комбинат как-то я помню на твц в передаче естественный отбор а сатаром кушанашвили называется там эти сосиски короче проверяли участвовали многих марок я точно не помню но запомнил я сосиски там найти какие были клинские их какие-то вот я не помню они разные бывают их забраковали они оказались даже по моему в черном списке еще какие там дорогие даже там и велкам еще какие-то но везде находят всякие различные нарушения нарушения а вот сосиски по моему если если мне память не изменяет молочные еще есть от черкезова молочные сосиски это самое черкезовские они дорогие где-то за килограмм 300 рублей я сегодня хотел купить но решил возьму другие те в следующий раз а мог бы я конечно купить сегодня и например колбасу взять от фирмы каждый день поэтому не все хорошо что у нас очень на прилавках дорого ясно надо просто как бы быть по умнее и читать прежде чем что-то вам покупать вот что я хочу сказать значит колбаса это называется фермерская колбаса вареная черкизова мясо собственных ферм выгодная цена состав хороший главное то что он короткий и крупными в принципе буквами он написан здесь на первом месте свинина вот я купил сегодня целый батон видите какой большой батон вот видите да я даже вот тут веревочка вот очень свежая колбаска сделано в москве черкизовская фермерская колбаса вареная вот только я не знаю мои хорошие как она внутри со шпиком или без но это я когда я буду ее кушать пробовать я обязательно сделаю на нее обжор так что ждите скоро будет на эту колбаску обжор так вот купил я целый батон так и цена давайте сразу я вам скажу цену цену за килограмм цена за килограмм этой колбасы составляет довольно таки дорого ну и во всяком случае не дешево и цена двести шестьдесят три рубля 13 копеечек это за один килограмм цена в этом батоне у меня вес один килограмм пятьсот двадцать два грамма и батон этот потянул знаете насколько 400 рублей 48 копеечек вот ведь какая колбаска вот такая вот так убираем ее в сторону так дальше и там же разумеется ваша не я сегодня купил тоже от фермы черкизова так качество от фермы до прилавка так вот такие вот сосиски я купил целую упаковку она под вакуумом ведь какая большая а громадная упаковка так значит что я хочу сказать тоже эти сосиски я сегодня выбрал у них там много всяких разновидностей молочные какие-то еще были говяжьи но я решил купить от черкизова сосиски фермерские изделия колбасная варена так вареное мясо содержащие так состав тоже хороший и на первом месте свинина вот и главное что короткий вот такие вот сосиски целую купил я упаковку ведь какие красивые сосиски его здесь написано даже видите фермерские черкизова вот такая громадная упаковка а сколько штук их там я не знаю это надо считать вот я купил целую упаковку ведь какая громаднейшую так значит эти сосиски цена за килограмм довольно таки такая дорогая и составляет 227 рублей 22 копеечки у меня в этой упаковке вес составляет 1 килограмм 564 грамма и того это вот упаковка потянула знаете насколько на на 355 рублей 37 копеечек так дальше мои хорошие так что ждите тоже будет на эти сосиски в ближайшее время на моем канале обжор так поехали дальше ребятушки а в москве яйца в принципе не особо дорогие а вот в сельской местности они сейчас за десяток где-то у нас сельские барыги продают по 60 рублей за десяток так там яйца извините меня первой категории а я сегодня ваша не купил вот такие вот яйца такие фирменные престижные гостовские а в этой упаковке 10 штук называются окска и 1 категории так значит вкусное и свежие вот и что я хочу сказать дорогие яйца в принципе но эти яйца как говорят очень хорошие вот посмотрите какие яйца я не знаю 1 до категории ну вот с 1 короче стоит посмотрите какие крупные яички ведь я купил вот для эффективного контроля качества продукции на каждом яйце мы печатаем дату производства номер птичника где она произведена и фирменный штамп окска и вот производитель здесь но это вы все знаете в принципе вот тут ведь как все у них культурно но я вам не видно потому что я снимаю как бы не в макро вот такие вот яички и цена вот за этот десяток составляет окские яйца столовые знаете сколько вот за эту коробку я отдал 77 рублей 49 копеечек довольно таки дорого хотя я бы мог бы взять яйца дешевле а я взял ведь какие престижные так дальше ребятушки и куда же мне русскому человеку без фирмы каждый день вот и я решил о чем эти яйца хуже правда белых не было может быть я просто не нашел а яйца куриные первой категории здесь 10 штук тоже свежий 3 октября 2018 года сделали так и что я хочу сказать вот такие вот яйца ведь и коричневая какие чистые а нам сельскую местность привозят они всегда такие в куриных какашках вот волжанин это ярославская область если меня память не изменяет вот и поэтому я сегодня купил таких две упаковочки вот то есть два десятка и того в общей сложности вместе сокскими я купил сегодня три десятка вот видите да как яички вы только посмотреть какие крупные яички вот вот от фирмы каждый день эти вот так и цена за десяток фирмы каждый день куриные яйца первой категории составляет вот за десяток 49 рублей 90 копеечек а так дальше мои хорошие так купил я сегодня носки мужские 29 размера я мужчина крепкий сильный высокий у меня нога такая большая вот 29 размер идет на 43 тире 44 размеры фирма сенатор модель рашин стопроцентный хлопок вот такие вот носки прекрасные гигиенические свойства экологический процесс окраски и высокая прочность вот надо как нибудь попробовать мне их одеть и испытать что это за носки в принципе вот я купил одну пару и цена вот за эту пару составляет ровно 29 рублей вот такие вот носочки от фирмы сенатор а делают их московская область юрсет город раменское улица карла маркса гостовский сорт 1 стопроцентный хлопок так дальше мои хорошие мои хорошие я сегодня своему любимому попугаю попугаю хэн выглыш попки дурачку купил вот такой вот корм от фирмы 3 о стандарт так это корм для мелких и средних попугаев а с медом здесь полкило я купил одну пачку там еще бы такой же корм был но только с фруктами я решил взять с медом он немножко подороже купил я одну пачку вот такой вот корм значит сыроугодности два года вес здесь полкило сделали 23 августа 2018 года а годин до 23 августа 2020 года то есть два года так изготовитель это город самара ну ясно да там и хороший состав вот полнорационный сухой корм для мелких и средних попугаев с медом так состав просто красное просто белый овес пшеница суданка рапс семена конопли канавичное семя семена подсолнечника мед и много всяких витаминов как кормить какие дозы там вам нужны рекомендации по кормлению вы можете ознакомиться на их нем сайте или просто забить в поисковик и узнать все подробности вот я купил одну пачку и цена вот за эту пачку составляет 51 рубль двадцать одна копеечка так дальше мои хорошие ребятушки я сегодня был в ашане и там была очень большая очередь большое скопление людей и вы не поверите сегодня там богатые дядьки и тетки в норковых шубах в дубленках были и стояли там что-то себе выбирали и присматривали и в итоге покупали я такой думаю что же там там такое может быть необычного эксклюзивная подошел и мне ребята чуть плохо с сердцем не сделалось там была акция дегустация там стояли девушки такие менчендайзеры и давали попробовать этот вот шоколад альпенгольд но я не стал пробовать я гляну я чуть конце не отдал знаете сколько он раньше стоил где-то 70 рублей около 70 рублей может даже дороже может дешевле а сегодня на него была акция масштабная глобальная супер акции знаете сколько мне обошлась цена вот за одну шоколадку всего лишь 35 рублей 90 копеечек и вот я решил его сегодня купить потому что я говорю такие богатые сегодня люди его разбирали и он был разных этих самых вкусов вот пикантная вишня темный шоколад вот что все нам по телевизору последнее время показывают потом ароматный тоже темный шоколад апельсин апельсин так темный шоколад с фундуком это с орешками просто темный шоколад dark так и вот горький шоколад вот такой вот 70 процент 70 процентов какао я как-то покупал в том году очень вкусно и кстати он выиграл по-моему весь в естественном отборе на канале твц и вот такой вот но я показал с апельсином и того я вот купил ребята вот такой вот шоколад значит темный шоколад пикантная вишня альпенгольд так четыре штуки я купил так четыре штуки умножаем на 35 90 и вот я по акции отдал вот за эти четыре штуки 143 рубля 60 копеечек а вес здесь составляет правда такой маленький нет чтобы сделать 100 грамм здесь всего лишь 85 граммов и очень свежий до до апреля годен 19 года вот такой вот состав хороший какао тертый я состав читать не буду потому что это очень вы умнее меня зайдете почитайте сами вот такой вот новинка четыре штуки я купил такой вот шоколад пикантная вишня темный шоколад альпенгольд альпенгольд очень полезный всем рекомендую вообще шоколад есть больше нужно есть шоколада и вот такой вот альпенгольд тоже по 35 90 темный шоколад ароматный апельсин я купил две штуки вот видите да вот dark вообще вообще альпенгольд хорошая вещь это не реклама боже упаси так одну штуку я купил темный шоколад с фундуком а правда в разных шоколадках разное количество калорий содержится так вот такой вот одну штуку с фундуком темный шоколад так одну штуку я купил просто темный шоколад dark вот такой вот одну штуку и одну штуку я купил вот такой вот горький шоколад 70 процентов какао вот так что завидуйте хейтеры молча в тряпочку носовую но на этом все мои хорошие не забывайте подписываться на мой канал не забывайте ставить пальчики кверху и делиться моими видео в ваших социальных сетях особенно в контакте и тогда все у вас будет шито крыто а я вам желаю не завидуйте мне и тогда вы никогда не будете болеть а будьте всегда здоровы поэтому всего вам доброго не болейте не хворайте и вот я буду сейчас обязательно буду делать обжорная на эти шоколадки конечно если я раньше времени их не съем где-нибудь на улице вот такие вот шоколадки